Ядерного удара не будет, его, в принципе, быть не может, потому что соотношение ядерных потенциалов между Северной Кореей и Соединёнными Штатами, но оно, знаете, совсем неравное, будем говорить. По данным специалистам, Северная Корея где-то имеет от 10 до 15 боеголовок, но ракеты, которыми они угрожают Соединённым Штатам, они не проходили достаточных испытаний, у Северной Кореи нет контрольно-измерительной аппаратуры, которой можно было на траектории контролировать полёт ракет и так далее. Это, скорее всего, информационная война. И вот здесь проявилась такая логическая цепочка. Корея провела испытания и её осудил Совет Безопасности ООН. Чтобы оказать давление, американцы начали с южнокорейскими вооружёнными силами проведение масштабных учений на корейском полуострове и в акватории прилегающих морей. Они применили стратегическую операцию в этих учениях, которая способна нести ядерное оружие. Ну и плюс нужно иметь в виду, что на территории Южной Кореи американцы дислоцируют тактическое ядерное оружие. И вот в ответ Северная Корея развязала вот эту информационную войну, угрожая нанесением ядерных ударов. Конечно, это безумие, и даже молодой неопытный руководитель на это, конечно, не пойдёт.